Всем привет! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор проекта двухэтажного дома для семьи из 4-5 человек с террасой и вторым светом, общей площадью 225 квадратных метров. Проект разработан специально для загородного проживания людей, которые не хотят ограничивать себя стенами городской квартиры и предпочитают полноценный отдых на природе. Отлично подходит для строительства в черте города, в районах частной и малоэтажной застройки, а также в коттеджном поселке. В доме спроектированы два светлых и просторных этажа, первый из которых предназначен для общего отдыха, размещения гостей и работы, а на втором организована спальная зона. Преимуществами проекта являются первое – рациональное зонирование, второе – хорошая планировка и третье – современный европейский стиль. При проектировании были учтены все параметры современного дома, благодаря чему здание хорошо держит тепло и не нуждается в дополнительном утеплении. Здание с проектированным фундаментом монолитной плиты 300 мм. Материалом для стен выбраны газосиликатные блоки 400 мм, перекрытие – железобетонные монолитные 200 мм, четырехскатная вальмовая крыша покрыта металлочерепицей, которая по прочности и эксплуатационным свойствам не требует каких-либо дополнений, к тому же имеет красивый внешний вид. Для облицовки фасадов выбрали двухцветный кирпич – бежевая баварская кладка и молочно-белый цвет. Заметными деталями экстерьера встали два широких резолита. Один из них с двумя габаритными окнами украшает главный фасад. В нем размещена гостиная и второй свет. Слева и справа от резолита расположены терраса и входное крыльцо. Обе площадки под отдельными крышами. Второй резолит находится на правом фасаде и отличается трехсторонним остеклением. Внутри расположена спальня. На заднем фасаде находится техническое крыльцо для обслуживания бойлерной. Входная часть представлена просторным крыльцом 9 квадратных метра. Далее мы входим в функциональный тамбру с гардеробной 6,5 квадратных метра, где можно оставить верхнюю одежду и обувь. Для естественного освещения в гардеробной расположено окно. Мы проходим в прихожую 4,6 квадратных метра и сразу входим в доступную зону гостиной, кухню и столовую, которая занимает 52,2 квадратных метра. Попадая в зону отдыха, мы видим расположение удобных диванов, журнального столика, телевизор с комодом, панорамных окон и второй свет. Второй свет обеспечивается наличием в помещении дополнительных окон верхнего яруса. Благодаря этому эффекту гостиной превращается в очень светлое помещение, в котором легко отдыхать. Далее мы переходим в зону столовой, в которой находится обеденный стол и панорамное окно. Прекрасным дополнением организован выход из столовой на террасу, которая составляет 21,85 квадратных метра. Это место автоматически увеличивает зону приема и пищи и позволяет комфортно отдыхать на свежем воздухе, а также гармонично соединяет дом и сад. Далее мы перемещаемся в одно из главных помещений в доме, в зону кухни. Одно из наиболее важных требований кухни – место для хранения. Оптимальное место для хранения эффективно использует пространство и подстраивается под потребности владельца. Чтобы вы могли сосредоточиться на удовольствии от приготовления пищи, нужно создать идеальные рабочие условия. Поэтому при работе на кухне особенно важны две вещи – высокое качество поверхностей и правильный свет. Далее мы перемещаемся в бойлерную 5,5 квадратных метров. Рядом с бойлерной совмещенный санузел с душевой 5,85 квадратных метров. Бойлерная кухня и санузлы связаны в единый влажный узел. Также на первом этаже находится кабинет 12 квадратных метров. Самые главные предметы в интерьере любого домашнего кабинета – это комфортный функциональный рабочий стол, комфортное кресло или стул, вместительный стеллаж, правильный свет и естественное освещение. Все эти параметры учтены в данном кабинете. Далее мы перемещаемся в гостевую спальню 14,3 квадратных метра. Если вы коммуникабельный человек и гостеприимный хозяин, то в вашем доме наверняка найдется укромное местечко, где ваши близкие и друзья смогут провести ночь или даже несколько дней. Но также спальня может предназначаться для пожилых родственников или даже можно рассмотреть данную спальню как временно гостевой. Мы перемещаемся на второй этаж по удобной и практичной двухмаршевой лестнице с площадкой 7,3 квадратных метра, которая обеспечивает безопасный и комфортный подъем, эффективно разграничивает пространство между маршами, образует место для поворота, позволяет отдохнуть при подъеме наверх, служит дополнительной опорой лестничной конструкции. Мы попадаем в просторный холл на втором этаже 19,5 квадратных метра. Холли располагаются границей к другим функциональным комнатам загородного дома. Из холла мы переходим в гардеробную 6,5 квадратных метра, в которой находится панорамное окно для естественного освещения. Рядом с гардеробной находится спальня 14,3 квадратных метра. Спальня очень светлая за счет трех окон. Здесь можно расположить рабочий стол, комод и шкаф. Здесь расположена просторная двуспальная кровать и тумбочки, а также в углу напротив можно расположить телевизор. Рядом мы переходим еще в одну спальню, которая составляет 13,38 квадратных метра. Здесь также расположено большое окно, которое позволяет осветить естественным светом все помещения. В этом месте можно расположить двуспальную кровать с тумбочками и комод с телевизором, чтобы можно было перед сном посмотреть наши ролики на нашем канале Эвострой. Далее мы перемещаемся в санузел, совмещенный с душевой 3,15 квадратных метра, и сразу же перемещаемся в просторную обособленную хозяйскую мастер-спальню, которая состоит из спальни 19,25 квадратных метра, гардеробной 7,37 квадратных метра, и санузла, совмещенный с ванной почти 3 квадратных метра. Суть такого дизайнерского решения в том, что одно помещение становится большим личным пространством. Здесь можно принять ванну или душ, переодеться, отдохнуть или поработать, не передвигаясь по всему дому. А еще вход в каждую комнату будет только со спальней, что сохранит вашу приватность. Мы надеемся, вам понравился данный дом и его планировка. Напишите нам в комментариях, что бы вы хотели изменить данным решением. А если вам понравился данный проект, то вы можете перейти по ссылке ниже на наш сайт или связаться с нами. А также вы можете заказать у нас индивидуальное проектирование или строительство дома. А еще нам интересно, какой дом вы бы хотели приобрести для себя. Какой квадратуры, двухэтажный или одноэтажный дом? Напишите нам в комментариях. А за вашу активность мы его разработаем и подарим вам совершенно бесплатно. Ждем от вас обратной связи. Ставьте лайки. До новых встреч! Какой дом вы бы хотели для себя? Какой квадратуры, одноэтажный или одноэтажный дом? Одноэтажный или одноэтажный? А еще можно выбрать одноэтажный, если, конечно, не выбрали одноэтажный. Все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст.